всем привет добро пожаловать на рассказ про карты знаний и как способ борьбы с галлюцинациями враг системах при этом познакомиться я ренат абдулин я технический консультант помогаю компаниям побыстрее запустить продукты с селом под капотом на рынок я работаю как глава ml and innovation в европейской компании под названием трассбит недавно нас правда купили теперь мы тайм так друг но не суть столь важно и во время сегодняшнего доклада поделюсь наработками в области реале реализации решений с под капотом для клиент и сегодня хотелось бы поговорить именно про галлюцинации то есть мы посмотрим как галлюцинации возникают то есть быстренько воспроизведем ее и потом проследим то как при реализации проектов мы эти галлюцинации анализируем появляем выявляем первую причину и потом подбираем конкретное решение которое позволяет от этих галлюцинаций избавиться полностью а после разбора одного решения я расскажу про общий архитектурный подход который применим к разным кейсам и в заключительной части рассказа мы сегодня поговорим с вами про то как этот подход к борьбе с галлюцинациями на основе knowledge mapping сработал на разных кейсах из практики и те вещи которые я буду сегодня рассказывать они основаны на во первых опыте реальных внедрений своих проектов для клиентов а также на основе того опыта который получилось собрать в рамках и research research это такая инициатива где я созваниваюсь с компаниями в европе в америке и мы делимся опытом делимся сайтами потому что сейчас если посмотреть то что пишется в интернете как работают лэмки как работают раги как выкатывать реальные решения то что пишется в интернете и мы проговорим тоже она не соответствует той реальной практике которую компании а и команды инженеров реализуют у себя в разных нишах практика она очень аккуратненько бережется потому что считается что это конкурентное преимущество но если поговорить с дюжиной другой компании посмотреть как они внедряют подсказать помочь им обменяться опытом начинается вырисовываться больше картинка более высокого уровня то есть собирая истории внедрений а мы начинаем видеть паттерны не только индивидуальные кейсы а паттерны которые повторяются из кейса к кейсу а независимо может быть от предметной области и любому кто хочет вот побольше набрать такой насмотренности и начать делать выводы широкого уровня и советуют запустить какой-нибудь такой проект начинать общаться с компаниями делиться опытом и так сегодня мы с вами говорим про галлюцинации и про то как с ним бороться и а и чаще всего большая часть внедрений это где нужно бороться с галлюцинациями это раги ритрировал агментом генерейшн про которые уже говорили а и эти кейсы повторяются вот пример нескольких кейсов то есть анализ стендеров медицинском концерне где ребятам хочется быстренько реагировать на всякие тендеры которые публикуются в разных странах государственными или около государственными компаниями и быстро них отвечать отвечать быстрее конкурентов либо корпоративные ассистенты в основном в районе силиконовой долины в сша которые помогают компаниям в области стратегического бизнес консалтинга и финансов отдельные есть процессы либо я ассистент в логистической компании международная логистическая компания который свой внутренний документооборот достиг немаленьких объемов и вот у них есть часть базы знаний это 10 тысяч документов которые где-то 18 гигабайт может в сумме сейчас уже а им хочется построить ассистент который мог бы давать ответы внятная по основе этих документов естественно не выдумывать либо казначейский а ассистент который может давать ответы для менеджеров компаний а если у нас есть казначейство значит компания довольно крупная и менеджерам в ходе обсуждений хочется иметь доступ к последним цифрам или к последним данным то есть это тоже тревогмент генерейшн который достаёт данные из документов и может быть каких-то таблиц и вот эти кейсы они повторяются анализатор годовых отчетов компании тоже там рак под капотом бизнес-переводчик который экономит компаниям 10 тысяч евро в месяц при одной компании тоже рак под капотом кстати все эти кейсы то есть про них я часть про них расскажу сегодня это те кейсы которые помечены звездочками но все эти кейсы доступны публично и в конце сегодняшнего доклада будет ссылка на место где это можно найти лендинг а и так здесь уже не будем сильно углубляться продолжим для того чтобы воспроизвести галлюцинацию в основе рака рак лежит в основе вот всех этих кейсов и еще кучу других нам в принципе не нужно сильно стараться потому что как система они в принципе сыплются только так если им дать возможность и простой пример берем три годовых отчета годовые отчеты компании это публичная информация их можно найти в интернете и я взялся здесь всего три годовых отчета бельфигуру кристин дюр и unique insurance а и хочется сделать такую систему в качестве микро примера микро демонстрации чтобы ей можно было задать вопрос про ликвидность у какой компании больше всего ликвидность а и сейчас мы повторим тот путь быстренько не углубляясь в структуру самих рагов а повторим путь как команды в мире вообще типично попадают в проблему то что мы получили рак который у нас галлюцинирует как обычно в какой-то команде в какой-то компании считают что нужно начать внедрять я лмки давайте сделаем я ассистента что мы будем делать полезем интернет будем спрашивать либо на форумах либо на чатах либо в гугле ищем лучший фреймворк для того чтобы подключить лм к личным данным то есть потому что у нас на свои pdf отчеты и вот один из первых примеров всегда это лама индекс лама индекс или ланчейн это фреймворки которые интегрируют лмку в основном это чаще рекомендует чат gpt со своими документами и они чем хороши тем что не нужно так много кода и для того чтобы это реализовать и то что они обещают то что мы enterprise ради подключить у нас загрузить свои данные и все будет хорошо работать ну в принципе она все выглядит достаточно просто здесь вот простейший рак а здесь это снеппет который есть на сайте лама индекса мы всего лишь заводим папку с которой складываем документы загружаем их векторное хранилище и прогоняем запрос и конкретный запрос который я здесь задаю то что слушай ты cfo gpt быстренько ответь мне какая из компании у какой из компании больше всего ликвидности и сколько именно ну и поскольку мы умны мы не хотим чтобы система галлюцировала а мы еще добавляем то что пожалуйста не выдумываю информацию если не уверена ну вроде все достаточно просто и если сейчас задать вопрос вот по такому коду то у нас будет ответ то есть выглядит профессионально система и система говорит то что belg group у нее больше всего ликвидность ну и потом еще какая-то финансовая детали в которой мы не будем вчитываться и вот сейчас уже начинается самое интересное если этот же самый скрипт ничего не меняя прогнать несколько раз то ответы начинают появляться совершенно разные то есть то она говорит что unique insurance group больше ликвидности to belg group больше ликвидности и причем прогоняешь прогоняешь но каждый раз разный говорит но самое забавное что ни один из этих ответов про ликвидность не считается верным потому что если мы рассматриваем ликвидность это обычно высоколиквидные активы вроде налички и эквивалентом а и у компании считается что есть вот в котором эти суммы указываются явно и если мы зайдем в годовой отчет christian dior групп то есть там будет сказано что вот на постоянный конец 31 декабря 2022 года у нас было 7588 миллионов евро у christian dior и это сам группнейший показатель ликвидности но при этом наши раги они даже это не показывают что это такое вообще происходит это и есть галлюцинации и всех клиентов обменять то что клиенты их не любят потому что есть у нас есть система которая выдает ответы и даже если всего лишь 10 процентов этих ответов это галлюцинации то теряется доверие к системе в целом ее нельзя толком внедрить и если посмотреть то даже самые крутые системы они могут с этим не очень хорошо справляться то есть берем чат gpt-4 то есть не 4 о не 3 и 5 а вот чат gpt-4 потому что они передовые пока в этой области загружаем эти три годовых отчета и задаем тот же самый вопрос ты сейфу gpt быстренько ответь у какой из компании больше всего ликвидности и сколько именно не выдумываю информацию какой будет ответ белью групп считает и причем если начать присматриваться то он говорит про какой-то ликвидите еще хотя мы спрашивали не про соотношение ликвидности к чему-то еще а просто про уровень ликвидности и если потом сделать какой-то небольшой бенчмарк наподобие того который делали мы можно взять вот эти годовые отчеты составить список вопросов получил составить конкретный список ответов на них которые мы ожидаем и потом загрузить в чат gpt-4 в open.ai assistance api который подразумевает включение рага либо в чат в pdf либо aski pdf один тот же вопрос конкретная формулировка изгружаем один единственный документ даже не 3 а и мы видим что сто процентов не выбирает никто то есть система галлюцинирует систему выдумывает либо система ошибается порядок давайте теперь посмотрим откуда берутся этой галлюцинации и что нам с ними можно сделать то есть вообще если начать смотреть на структуру всех этих рагов то есть самый простой пример это вот это то есть у нас где-то есть ломка и для того чтобы ломка могла давать ответы на вопросы уже про это рассказывали то есть мы берем исходные документы каким-то образом разрезаем их вычисляем беденки загружаем вектор на базу данных и потом когда у нас приходит запрос от пользователя мы с использованием эмбеддинга разворачиванием запроса пользователя трансляции в пространство документов мы получаем куски информации эти куски информации подается на выхт.лм и это у нас ответ то есть последней информацию перед тем как ее человек увидел видел ломка ну и все говорят что что ломки галлюцинирует значит наверное во всем виноват лом давайте копать то есть поскольку мы говорим про галлюцинации нам нужно понять откуда это возникает чтобы потом быть уверенным в тем как мы с этим боремся берем последнюю GPT-4O то есть GPT-4O по бенчмаркам нашим внутренним продуктовым она лучше всех остальных моделей когда у нас дело идет с небольшими контекстами сейчас в следующих слайдах мы как раз работаем с большим контекстом поэтому это самая лучшая возможность результата здесь я задаю вопрос сколько сотрудников есть у трансбито и а и при этом подается системный промп то что отвечать только либо с интервалом или на not available а слова не обучить нельзя использовать то есть если система считает что не может ответить пусть он отвечает и если у нас информации мало информации в трейне не было да и никогда не нужно надеяться информацию в трейне то хорошо обученная LM откажется отвечать на вопросы все правильно работает ладно дальше когда для чего нам вообще нужны раги что если у нас информации нет мы докидываем кусок релевант информации в контекст и она может ответить то есть вот здесь то я запрос пользователя докинул еще якобы отрывок из разговора на форуме кто-то прочитал что утра сбиты было 23 сотрудника 2022 году и депетишка сразу же отвечает 2323 пока все работает логично но не следует забывать то что LM киа недоверчивая все что им подали на вход контекст они будут с этим работать то есть если мы добавим еще парочку сообщений от анонимусов в контекст то есть кто-то говорит что нет ты не прав я был в офисе там было как минимум двадцать четыре человека а кто-то говорит что я вот какой-то виктор и утра сбиты было 12 человек в 2023 году то LLM к старается подогнаться под все информацию которую ей подали она старается ее использовать потому что она считает что вся информация была релевантно относится и как мы видим интервал возрастает от 12 до 24 12 было минимальное 24 было максимально кто она видел можно продолжать накидывать информацию и здесь я даже докидываю кусок информации про то кто-то говорит что он сего и утра сбиты было три сотрудника в конце 2023 года шутка а потом мы докидываем доверительный кусок информации который в принципе мы уверены то что официальное число в трансбите это 51 человек начало 2004 года но здесь хотелось всего несколько предложений уже столько информации противоречивой для LLM ки что она не видит леса за деревьями и она считает что число сотрудников 12 51 хотя точно есть цифра что 51 более того если этот запрос запустить несколько раз время от времени LLM ки будет говорить 24 51 то есть получается что даже самую лучшую LLM ки парочка противоречивых фактов или если слишком фактов много они запутаны LLM ки можно смутить и вот если у вас начинается чушь начинаются смены выводов этой галлюцинации но при этом не следует забывать что LLM ки очень точны это пример бенчмарков внутренних трансбитовских но они публикуются по ссылке и категория эти бенчмарки они проверяют способность разных LLM выполнять какие-то функции причем это не академические бенчмарки здесь тесты выдраны из реальных продуктов то есть реальные продукты которые были развернуты у клиентов и оттуда выдали промпты выдали тесты и просто их прогоняем по разным LLM чтобы понять какая модель что может и что не может и если мы посмотрим то в категории документов несколько несколько LLM получают идеальные стопроцентные очки а несколько почти 98 96 тоже почти идеально это когда мы LLM ки даем на вход в контекст только релевант информацию конкретно формулируем запрос и просим там либо сделать переранжирование либо переформулировать либо динфицировать какой-то namespace где нужно искать дополнительную информацию LLM ки всегда топовые стабильно дают правильные ответы то есть никаких галлюцинации никаких скачков то есть что это может означать то что во первых галлюцинации LLM не является причиной галлюцинации LLM это LLM модель это просто очень хороший преобразователь информации с одного формата в другой формат и если на входе в LLM в контекст было много мусора или было мало релевантной информации то она будет галлюцинировать то есть можно сказать что это signal to noise ratio либо если LLM подали слишком много информации не разбив prompt на последовательность мелких задач и ей подали слишком много информации и слишком сложную задачу дали что превышает негативность способности LLM то тогда LLM тоже будет галлюцинировать но самое главное то есть LLM галлюцинирует если мы ее неправильно используем а так вот они очень точные то есть если LLM не прицелена галлюцинацией то тогда нужно копать дальше по рак архитектуре и смотреть какие данные вообще попали в LLM и для этого можно использовать утилиты вроде того же самого LLM фьюза и кстати вот это уже должен быть первый звоночек если у нас есть какой-то фреймворк типа LLM фьюз ланчейн или LLM индекс и для того чтобы понять что там происходит под капотом этого фреймворка нужно запускать какой-то отдельный продукт ну это уже значит что что-то может быть не совсем то а с фреймворком в первую очередь но смотрим дальше то есть это trace того самого запроса когда мы загрузили 3 pdf в LLM и спросили вопрос и здесь мы смотрим какие куски данных были поданы на вход в LLM при синтезе финального ответа мы видим что здесь во-первых какой-то кусок документа про риск ликвидности ну в принципе можно понять что если мы спрашиваем про ликвидность то что-то про риск ликвидности может близко но мы-то спрашиваем не про риск ликвидности а про уровень ликвидности про наличку значит здесь вот была во-первых проблема то что не ту информацию подали продолжаем смотреть другие фрагменты которые пошли на вход и здесь вообще вот тоже что-то про лабилитис причем более того что оно странное я к делу не совсем относится так еще и текст был из таблицы извлечен неправильно но вообще на самом деле частая проблема куча инструментов не заморачиваясь как-то пытается извлекать данные из pdf особенно из таблиц и там все плывет и это еще одна из причин почему большая часть рагов которые доступны они на тех же самых pdf ломаются так мы видим что у нас ответы в системе глючили потому что были неправильные куски информации поданы а как они вообще были поданы но это все используют имбеддинги и на самом деле имбеддинги они работают не всегда так как люди от них ожидают парочка простых примеров знаете ли вы что имбеддинги могут меняться вот простой пример кода то что взяли самый последний самый крутой имбеддинг от openi текст имбеддинг 3 large задали один и тот же текст и 10 раз посчитали по нему имбеддинг а потом посчитали фингерпринт от этого имбеддинга просто хэш-256 и в зависимости от запроса у нас получаются разные ответы хотя имбеддинг тот тот же самый ничего не менялась эта мелочь на самом деле потому что там касается меня не так уж сильно между ними различается но для некоторых компаний инженеров это был сюрпризом потому что у них юнит тесты валились потому что имбеддинг менялся ну ладно считаем что касается миллиарти работает смотрим дальше другой пример потому что того что имбеддинги могут удивлять я взял кусок текста из годового отчета и он говорит про что то что то что то и в этом тексте есть упоминание отдела christian dior который занимается алкогольными напитками wines and spirits и что я на этом примере делаю я беру несколько различных направлений christian dior и я их вставляю в этот текст вместо алкогольных напитков и я сразу же считаю писать similarity то есть вот взяли скажем парфюмерию косметику ставили в этот кусок текста и сразу же посчитали а если бы мы по имбеддингам считали искали что-то про парфюмерию косметику нашли бы мы этот кусок текста или нет и вообще считается что если между поисковым вектором и фрагментом текста дистанция касается миллиарти меньше 0.6 то мы найдем это и вот повторили это для нескольких разных вставленных кусков текста ни один из них не был найден хотя вот мы взяли этот кусок текст и только что его вставили почему мы его не можем через вектора найти на самом деле это все можно обходить есть гибридный поиск есть способы реранжирования имбеддингов но самое главное то что имбеддинги не работают всегда так как это люди ожидают и естественно это никакое не открытие это все давно известно и в интернете есть куча статей на тему того как чинить раги то есть то что у вас неправильно в контексте у вас не попадают важные чанки на выход у вас модель не неверно то есть это много если начать заболеваться можно очень глубоко зарыться но мы через все это проходили более того я работал с командами которые тоже повторяю работали пошли по этому пути и вот если вы делать какую систему для бизнеса если мы делаем какую-то систему для бизнеса мы ее вот по этим схемам по этим туториалам по этим методичкам строим всегда будут какие-то вопросы на которые они галлюцинируют эти вопросы могут быть очень важны для бизнеса и связаны с прибылью может какой-то юридической ответственностью и бизнес это не нравится и вот в пои в попытках исправить это если следовать по тому пути которому рекомендует нас все материалы в интернете то есть можно закопаться очень глубоко можно построить очень сложный космический самолет но она не будет работать всегда будут какие-то мелочи галлюцинации и так что мы на данный момент имеем то есть у нас получается что у нас галлюцинации идут из рага и лмк не виновата но виновата подача данных в лмк то есть то как ищутся чанки а как это вообще можно исправить и в чем очень проблема проблема в том что большинство этих подходов основана на ошибки или может быть недопонимание то есть это пример комиксы которые моя коллега написала мне на и здесь два человека они общаются один говорит то что вот возьми давайте возьмем просто наши все документы нарежем их на мелкие ошметки и загрузим как вектор в базу данных а другой говорит да то есть когда получается я магическим образом восстановит контекст бизнеса и понимание того как бизнес работает из этих ошметков нет не восстановит пока не изобрели настолько настолько мощных лмк чтобы они могли получить мишени на кончат контекстов и чанков и восстановить не только смысл но еще и выполнить задание ладно и что тогда со всем этим делать какое решение то решение которому мы пришли на основе практики во первых используем самую мощную лм из доступных то есть по бенчмаркам но это обычно вот чат gpt4 причем для компании gpt на и жрупные вообще хватает самое главное строим архитектуру системы так чтобы лмк была обеспечена минимально необходимыми данными для ответа то есть если на этапе синтеза в лмк подали минимально необходимые данные она их просто переформулирует а соберет и все будет хорошо и тогда следующий вопрос а как вообще сделать эту архитектуру если используют чанки если не использовать вектора чтобы выстроить и обеспечить подачу нужной информации на вход лмк и здесь на самом деле ничего не нужно изобретать мы можем просто повторить мыслительный человеческий процесс то как люди с этим работали то есть если так посмотреть то как вообще люди ищут ответы на вопросы то есть получается что есть несколько подходов исторически первый подход это вот верхняя ведь ветвь через доменного эксперта это когда компьютеров может быть еще не было либо были какие-то экспертные системы и если у человека есть вопрос он обращается к эксперту эксперт в компании может работать 10-20 лет и на самые частые вопросы он отдаст ответ прямо сразу потому что настолько вопрос повторяется каждый каждой неделе каждый месяц он ее просто знает запомнил а если он не знает ответ на этот вопрос он либо знает человеку которого можно спросить либо знает где и как найти ответ на этот вопрос каких-то документов каких-то книжках и он просто сходит не будет переискивать в библиотеку возьмет нужную книжку с полки даст ответ а рак система на векторных базах данных или гибридных баз данных они работают не так то есть им задается вопрос они через какой-то similarity через какие-то доп индекс попытаются найти чанки текста причем по всем документам эти все чанки вываливаются в лм то есть мусор на вход на выходе получается мусор и для того чтобы нам построить систему которая может давать ответы предсказуемо и прозрачно то есть нужно просто вот забыть этот этап истории и вернуться к тому как работали эксперты раньше и просто повторить в коде и вот это как раз то что мы называем картами знаний или knowledge mapping мы повторяем настоятельный процесс экспертов организацию информация организацию данных и знаний чтобы подать на вход в лмку только те данные которые нужны для ответа и если смотреть с абстракт с точки зрения абстрактной архитектуры это выглядит примерно так то есть в центре системы у нас knowledge map примерно обсудим дальше то есть это самое главное что каким-то образом нормально просто подготовленная предобработанная структурированная информация и она подготовлена таким образом что когда пользователь задает ллм ки вопрос ллм сможет быстро просто и без особых усилий дать на него ответ а используя информацию knowledge map как уж этот knowledge map подготавливается это дело второе обычно если мы говорим про энтерпрайзные системы с десятками тысяч документов обычно выстраивается pipeline или каскад из лм моделей которые проходят по по всему datastore по документам по мере их добавления их индексируют и аккуратненько раскладывают по папочкам то есть примеры knowledge map мы обсудим дальше и вторая особенность knowledge map то есть первая особенность knowledge map это то что нормально предобработанные данные которые позволяют ламке быстро находить ответ на вопрос а вторая то что они читаемые экспертами и эксперт может заглянуть в начинку knowledge map и сказать да здесь все правильно или нет здесь это ошибка то есть не 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 работает она так и сможет поправить в случае с векторами она так не работает потому что если мы заглянем в глубину в векторной базе данных мы видим только кучу цифр и может быть какие-то гвиды где чанки друг на друга ссылаются и этот подход что берем и повторяем реально существующий процесс и отражаем его в софте он вообще не новый ему десятки лет и один из примеров ранее документированного подхода это domain driven design его написал свое время эрик эванс который работал по моему в логистике и ему нужно было сделать так что когда они реализуют в эту логистическую софт для компаний чтобы после реализации логистического софта он корректно модерировал реальные процессы и если в реальных процессах что-то меняется появился какой-то нежданчик чтобы в софте это было просто поменять без большого переписывания и вот они как раз подошли к такому подходу что мы берем предметную область какой-то компании и тщательно следя за словами, за отношениями, за структурами сущностей отражаем ее в коде и вокруг DDD выросло очень много методологий, всякие маппинги, эвеншторминги которые позволяют отражать реальность или реальные процессы общаться с экспертами и отражать это в коде и здесь в knowledge mapping мы делаем то же самое но отражаем реальные процессы не в коде а в виде структуры знаний ладно про теорию поговорили давайте теперь самое главное и самое интересное это про примеры кейсов где используется knowledge mapping самый первый пример и самый простой это тот кейс с которого все начиналось где взяли три годовых отчета и задавали вопрос то есть в порядке демонстрации как можно сделать ассистента или рак-систему которая может спокойно и корректно отвечать на вопросы про ликвидность можно просто взять существующую рак-систему и вот скажем мы сделали систему на ламо индексе или на ламо чени и мы видим что для пользователей вопрос про ликвидность очень сильно их тревожит волнует и они говорят что мы не будем адвокатовать в проду пока не сможет говорить конкретно про ликвидность то есть поэтому на входе запрос пользователей мы ставим раутер и если мы видим что запрос про ликвидность то этот запрос этот промпт уже переходит на нашего вот именно конкретного ассистента и у этого ассистента есть какая-то карта знаний в данном случае карта знаний вернее не в данном случае а всегда карта знаний подстраивается под вопрос или области знаний которые нам нужно моделировать и для того чтобы ассистент мог без особых проблем разговаривать про ликвидность ему достаточно скажем сделать просто таблицу где у нас строчки это компании которые про которые мы хотим говорить а столбцы это значение ликвидности в разные годы и как все это масштабируется ну понятно что при добавлении новых PDF с новыми компаниями мы добавляем новых строчек и пока табличка вылезает в память можно ее прям целиком подавать на вход в чат GPT в виде CSV формата TSV формата OpenAI очень хорошо с этим понимает и достаточно задавать вопросы и если вот такой системе задать вопрос что слушай у какой компании была больше всего ликвидности он корректно ответит то что у Кристиан Диор было больше ликвидности всего вот с таким количеством миллиардов евро в 2022 году и самое главное если что-то пойдет не так в этом кейсе всегда это можно очень хорошо и просто отладить и поправить потому что если клиент жалуется потом что у нас на вопрос про ликвидность система ответила неправильно мы смотрим историю трейсинга во-первых смотрим был ли направлен этот вопрос пользователя ассистенту по ликвидности если не был то есть это проблема в трейсинге второй вопрос то что а правильные ли знания были правильные карты знания ли была подана на вход в финальный промпт для ответа если мы видим что табличка ошибка хотя в PDF была другая значит эта проблема была в механизме экстракции данных из PDF а если мы видим что на вход в LLM была подана правильно таблица или ее подсед а синтез выдал неверный ответ значит что-то у нас неправильно в синтезе и то есть это нужно поправить но самое главное что мы можем точно сказать клиенту что да мы увидели что у нас система говорит неправильно про ликвидность мы точно поняли где ошибка и мы это дело поправили и это такого больше не повторится потому что мы на самом деле можем поправить либо раутер либо карту знаний либо синтез и естественно сразу у людей возникает вопрос что аж как быть если у нас эта таблица не на три строчки целиком в контекст слезает а она на 10 тысяч строчек ну в принципе то же самое потому что современные LLM они очень хорошо работают с SQL с SQL а текст у SQL работает хорошо и можно сказать LLM что слушай я бы тебе дал информацию про ликвидность но вот у меня нет возможности ее просто все подать в контекст дай мне скажем вот тебе схема таблицы и напиши мне краткий часть выражения SQL для того чтобы с учетом поиска full text search который у нас там подключен она достала нужные строчки а я потом эти строчки выражения выполнил достану эти строчки тебе подам в контекст и дам ответ и поскольку в перспективе целого запроса от начала до конца у нас вот шаги они достаточно маленькие ответы из них маленькие то на самом деле весь pipeline даже если скажем 4 промпта или 5 промптов он срабатывает очень быстро так ладно это была карта знаний про микроассистента где мы в тот же самый lama index или longchain достроили подсистему которая говорит что вот про ликвидность ответы давать вот так вот и скорее всего она будет работать без проблем но это маленький пример а что происходит в реальных кейсах и кстати вот в этом маленьком примере код который реализует этого ассистента без сторонних фреймворков без сторонних библиотек кроме OpenAI PDF2Text и Camelota для извлечения данных это у меня было где-то 400 строчек питомовского кода то есть не так сложно вот другой кейс более интересный и более сложный это технический переводчик это для европейской компании которая является поставщиком бизнес-аналитики в области оптимизации складских запасов и у них среди ее клиентов ведущая авиастроительная компания и поскольку этой компании нужно как-то рекламировать продвигать себя на рынке чтобы был постоянный поток лидов то есть они публикуют очень много технической документации на сайтах и они это международная компания поэтому они хотят чтобы эта документация она отражалась на разных языках там китайский испанский немецкий французский что-то еще и исторически у них это было реализовано как будто сайт это находится еще в режиме вики и они пишут все тексты или редактируют их на английском языке поток изменений он попадает разным переводчикам и каждый переводчик видит о мне там за последнюю неделю пришло несколько изменений которые надо перевести на китайский язык там либо добавят новые статьи либо поддедактировать существующие статьи и авторы в этой компании настолько продуктивные и настолько дотошные что там было очень много всяких мелких изменений и переводчиков замучивает постоянно переводить переводить какие-то маленькие кусочки да еще не забывать про html формат или там markdown формат у них было в разное время плюс переводчики горят переводчики уходят переводчикам надоедает и в итоге человеческие переводчики обходили с компанией до 10 тысяч евро в месяц и они захотели сделать систему которая этот процесс автоматизирует и использует gpt поэтому они собрали карту знаний в карте знаний был набор документов и табличка один документ это справка о компании то есть что за компания чем она занимается какие у нее преимущества на рынке в чем ее особенность потом была памятка о форматировании тоже этот документ который описывает внутренний формат того как вот тексты должны быть форматированы потому что эти тексты вставляются сразу на сайт а там у них упорты смесь markdown HTML и еще каких-то своих расширений потом еще в карте знаний на каждый язык был написан отдельный гайд для переводчика тоже небольшой документик с markdown форматированием потому что кптшки любят markdown форматирование для выделения и по одному гайду для переводчика на язык чтобы знали говоря что если мы говорим про складские запасы то на китайском используется такой термин а если мы говорим про какое-то вероятностное прогнозирование то используется такой термин на французском то есть по одному гайду на язык и самое главное список самых частых ошибок перевода то есть каждая модель она в принципе скажем 98% кейсов будет переводить хорошо потому что если мы говорим про gpt4 то они обучены достаточно на текстах но вот будут какие-то стабильные ошибки это они просто эти ошибки брали выписывали и у каждой модели и у каждого языка у каждого языка были свои паттерны ошибок и вот они это все собирали в отдельную таблицу и вот это фактически карта знаний который может пользоваться либо человеческий эксперт для того чтобы перевести потому что все уже собрано в одном месте либо можно сюда поставить lm то есть когда нужно перевести какой-то кусок текста или новый текст на конкретный язык то мы просто в контексте докидываем справку о компании памятку о ферматировании какая-то переводчик для этого языка и потом выборку частых ошибок перевода на основе того какие термины у нас встречаются в данном тексте это у нас получается выбранные примеры так не делай делай так и этого было достаточно чтобы система работала хорошо и практически без трат на переводчиков ну это достаточно простой кейс давайте посмотрим кейс поинтереснее где у нас есть корпоративный поиск по документам и так вот так лучше будет корпоративный поиск по документам это практически что на моем опыте 60-70% клиентов хотят то есть у нас куча документов в них служба поддержки не может разобраться с этим надо что-то делать и мы хотим разгрузить первую линию поддержки вторую линию поддержки чтобы люди сами искали и так далее и так далее как нам построить рак-систему которая сможет без особых усилий помогать клиентам и не галлюцинировать шутка и что мы делаем мы повторяем существующий процесс то есть обычно исторически в компании у нас же есть запрос приходит обычно есть первая линия поддержки которая может быть отвечает на глупые вопросы а если она не может ответить она переводит на специалиста и вот можно пользоваться концепцией агентов и сделать такое дерево промптов первый промпт это раутер это первая линия поддержки и можно сказать что ты слушай ты чат GPT ты специалист в этой компании у тебя краткая справка о компании вот тебе пришел такой запрос и вот у тебя список специалистов GPT которые в каждой области специалист в своей области например ассистент по маркетингу специалист по продуктовой линейке специалист по BI аналитике и внутренней NATLX выбери ассистента который лучше всего ответить на этот запрос в первой линии поддержки выбирает мы попадаем в следующий промпт скажем это простой кейс маркетинговый ассистент то есть маркетинговый ассистент во-первых мы не только попали в следующий промпт зная то что у нас маркетинговый ассистент у нас уменьшается скоп поиска Мы в маркетингу ассистента можем уже вписать, вбить то, что, слушай, тебе исторически попадали такие вопросы, поскольку ты отделом маркетинга занимаешься То вот тебе краткий факт и краткие гайды, которые позволяют ответить на 90% вопросов сразу Скажи, у тебя пришел такой запрос пользователя, можешь ли ты ответить, если можешь отвечать сразу Если нет, вот тебе маленькая папочка с документов или вот тебе как найти только документы по маркетингу И вот тебе как искать по этим документам То есть мы фактически строим что-то вроде дерева экспертов или дерева решений Каждый шаг, который уменьшает число документов, среди которых надо искать Или может быть даже сразу подсовывать информацию Другой агент, например, специалист по продуктам, это отдельный агент, отдельный промпт И у него есть в карте знаний информация, которая необходима ему, чтобы давать ответ на вопрос Например, памятка по поиску и интерфейс полнотекстового поиска по базе данных компаний И плюс по каким-то продуктовым документам А также частые ошибки, которые встречались Либо если у нас есть BI-систент И мы уже знаем, что вопрос про какую-то аналитику, про какую-то информацию То у него доступ к Data Lake, к Data Warehouses У него есть краткая память по тому, как искать разные типы вопросов и доступ к API То есть самое главное, что у нас какая-то структура Которая разбивает сложный вопрос Процесс ответа на сложный вопрос На дерево принятия решений Которое моделируется в соответствии с реальным мером И при продвижении вглубь этого дерева Мы все уточняем объем информации, который нам нужен для ответа Он становится все меньше и меньше и меньше Так, чтобы когда мы зашли до края дерева А это происходит достаточно быстро Потому что объем информации не так много в ЛМ уходит и возвращается То у нас выборка данных становится очень маленькой Чем меньше релевантных данных на входе в ЛМ-ку Тем больше вероятность хорошего ответа И самое главное, поскольку информация на каждом шаге Она читаема, она прозрачна То у нас повышается вероятность это понять, что пошло не так и исправить Ну и самый сложный относительный кейс Это был генератор контента Для международной компании в Европе Которой нужно было писать на сайт Очень много текстов По разным продуктовым линейкам Для разных аудиторий И там карта знаний Это была просто гитхаб-репозитория В которой по папочкам отдел маркетинга Разложил информацию про компанию Про то, как писать тексты Про продукты Про отдельные фичи продуктов И так далее, и так далее, и так далее И потом процесс ассистента Просто проходил по какому-то промпту Там было пять шагов Выбирал данные из этого Из этой базы знаний И генерировал сначала Сначала выбирал файлы Потом генерировал креативные идеи С аутлайнами, потом генерировал драфты И чистовики Самое главное, что галлюцинации там не было вообще Почему? Потому что у нас информация Она подготовлена, она выбрана И она прозрачно редактируется К сожалению, времени не так много Чтобы поговорить побольше про кейсы Если интересно То есть вот по ссылке Там есть, где найти больше разборов проектов У нас есть группа в Телеграме Где все, канал в Телеграме Где все обсуждается Больше про knowledge mapping И там же будет подсказано Где можно выключить эту презентацию Спасибо большое за внимание Надеюсь, у вас осталось Появилось чуть более широкое понимание Того, как работает рак системы Откуда из них возникают галлюцинации И как с этими галлюцинациями можно работать Так, чтобы клиенты не жаловались Спасибо, до свидания Задавайте вопросы Продолжение следует...